Добрый вечер в студии Дмитрия Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем о главных событиях округа к этому часу. Энтеровирус в Югре. Медики зафиксировали повышение заболеваемости в 20 раз по сравнению с прошлым годом. Будет кинозал. Полувековой дом культуры в Альябевском масштабно реконструируют. Выберут дачного Пикассо. В Сургуте пройдет конкурс «Урожай года». И обо всем подробнее прямо сейчас. Югорская делегация сегодня работает в Минске, в столицу Республики Беларусь. Приехали заместитель губернатора Югры Роман Генкель, представители нескольких окружных департаментов и фондов, парламентарии, а также участники международной медиа-экспедиции «Победа в наших сердцах». Напомню, 6 августа из Ханты-Мансийска в путь на раритетных автомобилях «ГАЗ-20М» в «Народе Победа» отправились медиаволонтеры из международного проекта «Север для Победы. Каждый для дела мира». Они уже проехали около 4000 километров. Буквально вчера участники пробега почтили память защитников в Брестской крепости. А сегодня просветительский проект был презентован в российском посольстве. После этого организаторы и участники медиа-экспедиции вместе с югорской делегацией возложили цветы к Монументу Победы. Совсем скоро автомобили Победы выстроятся на площади у дома Москвы, где также пройдет презентация международного проекта. Главная цель медиа-экспедиции – благополучно проехать оставшиеся 400 километров и добраться до деревни Почтовая Глинка. Здесь в единственном мире музеи вдов Великой Отечественной войны будет открыт уголок проекта. Этот год в Республике Беларусь – это исторический проект 2022. И важно, что тот медиа-экспедиция на автомобиле «Газ 20. Победа» как раз приурочен к тому, что победа в наших сердцах. То есть это очень важный проект. С утра югорская делегация встретилась с послом России в Республике Беларусь Борисом Грызловым. Стороны обсудили расширение деловых контактов между нашим регионом и Белоруссией. Уже сейчас партнерские отношения довольно крепкие. Только за прошлый год товарооборот с Республикой превысил 320 миллионов долларов. Сейчас открываются новые возможности. Например, с резидентами самого крупного технопарка в стране – Минского. Экономическое сотрудничество с учетом тех изменившихся обстоятельств. Я уверен, что дальше развиваться в силу того, что большие потребности у наших компаний, у компаний, которые работают на территории экономики, в оборудовании. Здесь потенциал, конечно, у Республики Беларусь очень большой. Сектор машиностроения очень сильно развит. Если раньше на силу, наверное, где-то нежелания, мы не всегда наши компании обращали этот взор на предприятие на территории Беларуси, то сейчас такая потребность, она присутствует. Редактор субтитров А.Семкин Время замедлили распространение других болезней. Об этом сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве зафиксировали рост заболеваемости энтеровирусом. Он поразил в 20 раз больше югорчан, чем в прошлом году. Сейчас заболеваемость составляет 18 случаев на 100 тысяч человек. При энтеровирусной инфекции у больного поднимается температура и появляется сыпь по всему телу, особенно на ступнях и ладонях, а также в горле. Летний грипп довольно заразен, может передаваться воздушно-капельным путем или контактным способом. Кстати, самый эффективный способ профилактики является частое мытье рук. В половинке появилась автозаправочная станция. Может, для какого-то города это довольно проходная новость, но для небольшого поселка это целое событие. В половинке своей АЗС никогда не было. За бензином, для пил, газонокосилок и, конечно, автомобиле приходилось ездить в соседний Урай, а это 30 километров. Теперь топливо всегда рядом с домом. Причем заправка не простая, а автоматическая. Сейчас здесь доступна самая ходовая марка бензина АИ-92. В последующем при необходимости откроют дополнительный заправочный блок с АИ-95. Заправляться достаточно легко. Необходимо просто скачать приложение заправки, выбрать количество литров, привязать карту, с которой будет списание единоразово. И затем уже произвести оплату и заправиться. То есть, ничего сложного. Оператор отсутствует, есть техническая поддержка. Если что, можно будет позвонить по номеру телефона, который указан на автозаправке, и сообщить нам о проблеме или проконсультироваться. Почти 20 внедорожников возглавили колонну веломотопробега в Сургуте «Верин России». В акции в поддержку специальной военной операции приняли участие представители общественных патриотических организаций. Около сотни велосипедистов собрал пробег. Это тот редкий случай, когда на двухколесном транспорте дали проехать по главной дороге. Для безопасности спортсмены выстроились на полосе в четыре колонны. Участников акции отличало наличие триколора и другой атрибутики. Завершился автомотопробег флэш-мобом. Велосипедисты выстроились в знак «З», увидеть который можно было только с высоты птичьего полета. Не соревнование больше прокатиться, за поддержку проехать со всеми. Спокойно, медленно, без соревнований. Люблю Россию, все, что с Россией связано. У меня все, мне кажется, написано. Герб, флаг. Мы офицеры России, как всегда, впереди. Машины наши, флаги наши. И этот флаг, конечно, без него, ну, никуда. Это дело святое. Так что наши деды, прадеды побилили Великую Отечественную войну. А сейчас наши сыновья и братья победят. В Советском районе, в оздоровительном лагере «Окуневские зори» открылась четвертая смена для детей из Донецкой Народной Республики. Здесь отдохнут и поправят здоровье 96 макоевчан от 8 до 16 лет. Для этого созданы все условия. Детей разместили в корпусах с просторными спальнями. В лагере организовано пятиразовое питание и большая развлекательная программа. К слову, смена называется «Научный городок». За несколько недель дети из Макеевки познакомятся не только с сибирской природой, но и культурными традициями Югры. Ребята будут выезжать в музей истории ремесел, в бассейн, в точки роста, посетят Советский политехнический колледж. А также к ним будут приезжать наши специалисты наших учреждений. Это зоопарк. Ребята покатаются на лошадях, приедутся с мастер-классами детская школа искусств, музей. Будет максимально интересная и насыщенная программа. Мне очень понравилось. Встретили нас очень гостеприимно. Все такие радостные и дружелюбные. Тут все очень классно, кормят круто. Самое лучшее задание. Мы уже с ними подружились. Все очень круто. Я из четвертого отряда. Отряд самый лучший, самый сильный и самый хороший. Мне в этом лагере очень сильно нравится. Здесь интересно. Вожатые просто замечательные. Мы со всеми подружились. Тут вообще шикарно. Сургутского работника медучреждения судят за взяточничество. В 2020 году инженер по эксплуатации в одной из городских больниц получил от местного предпринимателя 44 тысячи рублей за беспрепятственную приемку строительных работ. Через год история повторилась. При аналогичных обстоятельствах сургутянин получил от другого бизнесмена в качестве взятки 50 тысяч рублей. Однако в этот раз скрыть преступление не удалось. Мужчину задержали на месте происшествия. Против него возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ получение взятки должностным лицом. Теперь обвиняемый предстанет перед судом. О других новостях, которые обсуждают в интернете в нашей постоянной рубрике Югра онлайн. В Ханты-Мансийске появился первый в Югре военный учебный центр. Площадка по подготовке рядовых и сержантов для мотострелковых подразделений открылась на базе Югорского госуниверситета. Сейчас уже закончена подготовка необходимой инфраструктуры. Закуплено оборудование, укомплектован штат педагогов. Готовы учебные аудитории. Желание получить военную специальность проявили свыше 200 юношей. Из них отобрали 108 граждан с учетом резерва. Будущие курсанты прошли медосмотр, а также сдали нормативы по физической подготовке. Первое построение личного состава состоится 30 августа. Жители региона смогут попробовать югорский мед. В Нефтьюганском районе появился редкий для северной местности бизнес. Так солымчанин Андрей Зайцев начал производство меда. Любимое увлечение переросло в серьезное занятие. Он получил красный диплом по специальности пчеловод в Пермском госуниверситете. Наш герой делает все, чтобы его дело развивалось. У него уже 8 ульев. Основной задачей сейчас является адаптация пчел к местному климату. Андрей хочет заручиться поддержкой округа и выиграть грант по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Второй биатлонный центр появится в Югре. Его планируют построить в Нижневартовске. На возведение спортивного объекта направят порядка 270 миллионов рублей. Предполагаемые сроки строительства – октябрь 2022-го, ноябрь 2023-го года. Аукцион по выбору подрядчика проведут до конца сентября. Биатлонный центр возведут на базе отдыха «Радуга». Сюда уже проведены коммуникации, есть дорога. Объект будет включать здание для размещения спортсменов, тренерского состава, администрации, а также стадион со стрельбищем и трибунами и лыжероллерную трассу. В Коголыме завершается летняя дорожно-ремонтная кампания. В этом сезоне специалисты привели в порядок 10 тысяч квадратных метров трассы. Например, на улице Таллинская рабочие дорстройсервиса устранили старое покрытие, а затем уложили новый материал в несколько слоев. К слову, строители применяют щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он рассчитан на высокие интенсивные нагрузки транспортного потока, поэтому отличается длительным сроком службы. В планах у специалистов ремонт еще 4 тысяч квадратных метров. Асфальтно-бетонная смесь, да, производится у нас на северной промзоне, на асфальтобетонном заводе. Выпускается тип ШМА, но он используется здесь, так как он более устойчивый и более подходящий для городской среды. То есть именно к потоку транспортному он рассчитан. Он не так измельчается, не так раскрашивается. И к погодным условиям нашим он более подходящий. Дом культуры «Авангард» готовится к преображению. В Алябевском продолжается масштабная реконструкция общественного здания общей площадью более тысячи квадратных метров. Отмечу, проектно-сметная стоимость составляет 89 миллионов рублей. Модернизацию дома культуры проводят в рамках национального проекта «Культура». Этот дом культуры построили еще в начале 70-х годов прошлого века. Он уже давно заслужил хороший ремонт. Капитальное обновление стартовало этой весной. В двухэтажном здании полностью заменили инженерные сети, смонтировали электропроводку, установили системы тепло- и водоснабжения. В фойе и кабинетах закончили отделку стен. Мы еще должны сделать технологические отверстия для вентиляции. Как только они будут у нас закончены, в коробах вентиляционные, то есть мы уже полностью заложим кабинет плиткой. На сегодняшний день у нас общий объем работ выполнен на 35%. Общестроительные работы выполнены порядка 80%. В самом большом по площади кабинете хореографии поменяли батареи. Окна планируют сделать натяжной потолок и положить на полу безопасное покрытие. Специальный сценический линолеум. После масштабной модернизации новый вид приобретет киноконцертный зал. В целом все здание заиграет яркими красками. Позаботились не только о внешнем виде, но и о комфорте. Фасад утепляют минеральной ватой, обшивают керамогранитом. Еще поменяют крышу. Для обновленного авангарда заказали современное оборудование. Оборудование у нас должно прийти в первой декаде сентября и будет уже готово к монтажу это вентиляционное оборудование, светотехническое оборудование. Подрядно организация на сегодняшний день выполняет работы в рамках договорных обязательств. Находится в графике. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, у нас многие материалы подорожали на рынке, но мы постарались отработать таким образом, чтобы остаться именно в той цене, которая была разыграна на конкурсе. После завершения ремонта Алябьевский дом культуры станет точкой притяжения для молодежи. Здесь будут проводить патриотические, культурно-просветительские и развлекательные мероприятия. Елизавета Гутовская, телерадиокомпания «Югра» при поддержке телеканала «Первый Советский». Белоярский вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Проект «Парка, спорт и отдых, а Белая горка» стал призером в номинации «Малые города с населением менее 20 тысяч человек». Отмечу, что всего в этом году на конкурс поступило 280 заявок из 75 регионов, но победителями стали только 160 проектов. На каждое из них выделят финансирование от 70 до 95 миллионов рублей. Реализовать проекты планируют за два года. Добавлю, что Белая горка – особая территория. Это одно из центральных мест отдыха горожан и гостей города. По проекту здесь появятся канатная дорога, лыжероллерная трасса, горки, экотропа и благоустроенная набережная. В большинстве российских субъектов преобразовались и стали более комфортными десятки парков, набережных, площадей, улиц. Уже совсем скоро к ним присоединятся еще 160 таких же прогрессивных решений. Они позволят благоустроить более 600 гектаров городских территорий и создать порядка 8 тысяч новых, так нужных стране, рабочих мест. Канцелярские принадлежности, рюкзаки, игрушки и сладости. Такой подарок в преддверии нового учебного года вручил председатель окружной думы Борис Хохряков многодетной семье из Нижневартовска. Ольга Спирина с мужем воспитывает 5 детей. Старшей дочери 15, младшей всего годик. Две девочки уже ходят в школу, третья в этом году пойдет в первый класс. Многодетная мама поделилась, что собрать ребенка в школу сложно и затратно. В среднем у них на это уходит в районе 20 тысяч рублей. Одежда, канцелярия, книга. Книги, а ведь у семьи Спиринах все это должно быть в тройном экземпляре. Поэтому помощь, оказанная в рамках реализации партийного проекта партии «Единая Россия. Соберем ребенка в школу» будет хорошим подспорьем для семейного бюджета. Сбор в школу мы начинаем по окончании учебного года предыдущего, потому что нужны портфели, нужны тетрадки, книжки, линейки, которые летят просто, ручки. Начинаем прямо с мая месяца. С большим удовольствием сегодня мы поможем вам собрать детей в школу. Здесь представлены школьные принадлежности для школьников, для старших. Я так понимаю, уже не ранцы мы подарим, а тут есть игра «Монополия». Я понимаю, что старшая девочка этим увлекается. Для дошколят, конечно, тут сладости. Поэтому, я должен сказать, что, в принципе, по автономному округу в течение года мы помогаем порядка полутора тысяч семей собрать детей в школу. Дачники, которым есть что показать, соберутся в Сургуте. После перерыва, связанного с пандемией, возвращается в своем привычном формате городской праздник под названием «Урожай года». На выставке-конкурсе садоводы представят самые большие и маленькие плоды своего огорода, а также экзотические для нашего региона растения. Как именно участники готовятся к предстоящему мероприятию, выяснял Арсений Мелехов. В детстве она выращивала цветы вместе с мамой. А сейчас у Ольги Петровой уже есть свой сад. Еще 10 лет назад на этом участке были только голая земля и песок. А теперь здесь целая коллекция разнообразных растений. Одно из моих любимых растений – это хоста. Вот на этой грядочке представлено 10 сортов хост. От самых маленьких до самых больших. Здесь и кудрявые хосты, и варегатные, зеленые. Все сорта, которые собраны в одну грядочку. Всего в этом саду есть более 100 видов цветов и растений. И среди них есть уникальные экземпляры. Например, это карликовая корейская пихта. Такое растение вообще не характерно для наших широт. А по максимально 120 годам составляет до полутора метров. Свои необычные растения Ольги Петровой покажут на конкурсе «Урожай года». Это будет ее первое участие в подобном соревновании. На это сподвигла Ольгу Петрову ее сестра. Так как решение о конкурсе было принято внезапно, то и готовиться пришлось в спешке. Культуру я выращивала в основном для себя, которые подойдут к конкурсу. Единственное, что пришлось после отпуска в быстром порядке все полотит, два межкодровые. А так, в принципе, что-то подрезало, что-то подчистило. Огород – это постоянно секатор. Постоянно веточка где-то сломалась подрезать, цветочек отцвел подрезать. Как бы, в принципе, да, готовиться надо. Ольга говорит, что победа в конкурсе для нее не главное. Гораздо важнее участие и общение с другими садоводами. Есть возможность обменяться опытом, да и с саженцами редких растений. Сургутские растеневоды изголодались по такому общению. Все-таки два года действовали коронавирусные ограничения. Мы выезжали на приусадебные участки, снимали наших самых заядлых участников, приглашали их сюда. В общем, в таком формате, более, скажем, возможном на тот момент. Поэтому конкурс «Стационарно» был последний раз в 2019 году. И вот спустя три года, в 2022-м, мы снова всех ждем на наш праздник. На конкурс уже заявились более 50 участников. Дачники представят плоды своего труда в восьми номинациях. Среди которых их задача, самые необычные для нашего региона растения, зверье мое, животные птицы, выращенные на огороде, и дачный пикассо. В этой категории садоводы представят картины из природных материалов. Такое многообразие номинаций – подтверждение тому, что на севере можно вырастить все, что угодно. Главное – желание. Арсений Мелехов, Юрий Чанцев, телерадиокомпания «Югра», Сургут. Морожка и черника уже отошли, подходит время брусники. Как говорят опытные сборщики ягод, бруснику надо собирать после трех первых заморозков. Ягода успевает дозреть и становится слаще. Кстати, второй год подряд в Югре пройдет фестиваль сбора дикоросов «Брусника-фест». Его проводят на угодьях семьи Чайниковых в Ханты-Мансийском районе 24 сентября. В программе будут мастер-классы, лекции, концерты и, конечно, сбор ягод. Жители Варьогана тем временем уже начали сбор первого урожая. Первый совет – это не собирать ягоду у дорог, потому что там токсичные вещества, проезжают машины и так далее, любая техника – это выхлопные газы. Ну и также еще советы, кто не знает, не очень талест. В первую очередь сообщить своим родным и близким, в какую сторону собирается. Ну, иметь телефон заряженный, воду и небольшой припас пищи. Недалеко уходить. А так пошел в лес, посмотрел, где можно ягоду пособирать. Увидел, пособирал, и все. Если со мной на сбор ягод или на рыбалку идут дети, я обязательно расскажу им легенду про морожку, либо расскажу легенду о щеке, которая собирала себе части головы. Ну, тем самым, мы мало того, что рыбачим, собираем ягоды, мы передаем фольклор, так скажем, сохраняем. В Канты-Мансийске сегодня открылась выставка картин, созданных участниками международного арт-пленера. Форум посвятили заслуженному художнику России Геннадию Ирайшеву. Найти вдохновение в югорской природе решили живописцы из Екатеринбурга, Кирова, Красноярска, Москвы, Омска, Тюмени и Казахстана. За 10 дней художники посетили поселки Кирпичный и Урманный, побывали на стойбище у Кантеровых. Каждый творил в своей технике и теми материалами, которые ему по душе. Отмечу, мастера не только работали. В окружном центре они поделились своим опытом с жителями и гостями города. Добавлю, увидеть картины участников арт-пленера можно в Государственном художественном музее Ханты-Мансийска. Работы для экспозиции будут отобраны экспертным советом. В дальнейшем полотна пополнят фонд учреждения культуры. Музей, посвященный эпохе великого переселения народов, откроют в Нефтьюганском районе. В нем планируют выставлять найденные в окрестностях поселка Салым артефакты этого исторического периода. В их числе древние захоронения людей, живших в 4-7 веках нашей эры. За 7 лет югорские археологи обнаружили в этих местах 65 таких могил. 16 из них – самые богатые по числу ценных исторических находок на территории Западной Сибири. Так, около Салыма эксперты нашли древнее захоронение, которое, по их мнению, может принадлежать вождю. Этот факт подтверждает найденное в могиле нагрудное украшение. Кроме того, в ногах погребенного лежали серебряные пряжки, топорик и фрагменты керамических сосудов. Следить за новостями телеканала «Югра» можно в Телеграме и ВКонтакте. У меня на этом пока все. Будьте в форме и не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале «Югра». Продолжение следует...